Купила в Икеа рамки. Вот одну такую большую, 190 из рубля. Такую вот маленькую. Маленькую я не помню, почем. Сейчас посмотрю. Рамка. 500. Вчера так интересно зашли. Попьем кофейку и по датской булочке съедим. Ага, зашли и купили на 600 рублей еды. Кошмар просто. Икеа это просто развод. Так, салфетки по 34. Платенечко вот такое по 149 взяла. Хотел синенькое, синенькое. Нет, зеленое взяла. Думаю, что уже все синенькое-синенькое. Так, рамка. Одна по 125 рубля. Вот такая вот я взяла. Кота фотографии вставляю. Вот. И вот такая 189. Рамка. 169. Вот такая банка для печенья. У меня вот такая есть. Я купила еще свекрови. Маме я уже покупала такую. Купила свекрови еще вот такую баночку маленькую. Я ей то такие вот беру, то такие. И мамки так же. Мамки, правда, все вот такие покупала. Эти вот недавно появились. Так. 169 банка. Вот такая 49 баночка. Такая сейчас вот 169. Дорогая. Но такая стала. Вот это. Потом маме взяла вот такие еще для специй. Они были по 119 рублей. Вот. И такая, я сказала, 169. И взяла две пачки салфеток. Одну себе, одну маме взяла. Вот. И все это вышло. Представляете, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот это вот как за восьмое счет. Потому что одна и та же единица. 8 единиц товара на 1000 рублей. 1000 рублей 30. Сам чек даже покажу. Вот. 1031 вышло. Обалдеть. И у нас 600 рублей поеда. Семейный обед взяли. Муж взял пиво безалкогольного. И две датских булочки. Они были по 35 рублей по акции вчера. Обычно они по 70. Вот такой вот улов у меня. В принципе, как бы я ехала покупать только по мелочи все. Ничего крупного я не планировала. Но даже по мелочи. 1000 рублей ни про что. Передо мной девушка была. Вообще ничего у нее там нет такого серьезного. Она 7000 набрала. Мама дорога. Ужас просто. Такие цены бешеные. Проснулась. Погрела себе чашечку кофе. И съем запеканку. Заодно села монтировать видео. Все, кто завтракает, всем приятного аппетита. Стирка у меня была два раза. Сейчас я протирать буду саму машинку. Повешу очередное белье. Машинку я протираю. Вот так вот. Сам этот. Саму крышечку. Внутренность. Вот так, чтобы сухие были. И внутри тоже все протираю. Чтобы она у меня была сухая. И просто проветривалась. Я ее не закрываю. Иду в поликлинику. Записалась на прием. Потому что уже второй месяц, короче. Температура держится. 37. Надо идти сдать анализы. Феррографии сделать. Все дела. Все, что положено. Так я протираю все. И она у меня лежит. Это открытое стоит. Сохнет. Все. Пришла я с поликлиники. Пока точно эти у нас не поставили. Выписали, правда, антибиотики. От кашля. Амбраксол выписали. Антигистаминные. Завтра сдача анализа. И уже там покажет, что. Но она, в общем, на почке. Клонит на почке. Подозрение на почке, в общем, идет. Не знаю. Посмотрим завтра по анализам. Варю мужу завтра на работу. Рис с куркумой. Там обуженинка осталась. Вот. С куженинкой. И решила стакан риса, 2 воды, соль и чайная ложка куркумой. Вот. И хочу сварить еще суп. Бульон вот у меня стоит. Я его включила. Утром начала варить. Немножко поварила и убежала в поликлинику. В поликлинике очень долго. Сейчас я буду шинковать капусту. Нашинкованную капусту отправляю в бульон. Капуста у меня варится. Вот. Я начистила 5 картошин. Лук, лицу, морковку. Приготовила, помыла этот, как он называет, лавровый лист. Приготовила перец горошком. Ну, все. Поджаривать ничего не буду. Буду все диетическое. Картошку порежу кубиками. Картофель нарезала вот такими кубиками. Сейчас буду все забрасывать в супик. 25 минут. Молодой капусту чуть-чуть побыстрее варится. Сейчас я все изрежу. И буду резать лук, морковь. Морковку натру на терке. Выложила я куриный скелет. Помешаю теперь супчик наш. Посмотрю, какая густота. Сегодня у меня очень густое получилось. Сейчас я заброшу морковку и лук туда. Сегодня у меня будет без поджарки. Просто диетический. Добавлю я туда только лаврушку. Лаврушку. Соль. И пару горошков черного перца. И посолю. Все хорошенько перемешала. Накрою. На среднем огонечке второе у меня деление с конца. Пусть он томится. Наш супчик. Можно, когда приготовится, можно добавить зелень. Любой. Какой вы любите. Петрушку, укропчик. Можно даже сухой добавить. На завтрак я сделаю шапшуку. Только без чеснока. Для этого мне потребуется штучки 4. Шампионов, помидор. Три яичка я возьму. Пол луковицы уже нарезала мелко. Соль и специй. Можно зеленушку. Так, лук я уже нарезала. Сейчас нарезаю. Я вот это все включу. Сейчас нарезаю я. Можно пластинками. Это шампион. И буду поджаривать на сковородке. Сковородку я уже приготовила. Вот. И не хочет резаться. Сковородку я уже приготовила. Сейчас ее включаю. Сейчас она не подсохнет. Я ее исполаскиваю. Суп еще не закипел. Суп закипает у нас. Поварится еще минут 15. Так, сковорода у нас нагревается. Так, рис у нас готов. Не помню, я вам показывала. Рис не показывала. Сейчас покажу. Вот такой желтенький рис. Добавила кукуму. Для того, чтобы он был желтенький. Полезно для кишечника. Наливаю маслице. Воливаю маслице немножко. Вот. С грибами. Так. Немножко грибы подзолотятся. Можно даже было 3 взять. Достаточно было. Немножко грибы подзолотятся. Немножко маслица, мне кажется, надо. Еще немножко маслица. Еще немножко подрезкала маслица. Дорогу просто полуколечками, такими тоненькими нарежу. Вот таким образом. Сеня. Убалим немножко. Убалим немножко. Не забываем полешивать. Немножко. Немножко. Убалим еще супчик. Так. Немножко убавим. Вот так. Пусть кипит, но не здорово. Мельнички сейчас мы разобьем. И перемешаем, посолим, поперчим. Раз. Два. Три. Как разрядился мой телефон. Продолжаю. Добавила взбитые яйца, посолила их. И добавила еще один пауз. Селень. И под крышку. Пару минут и все готово. В оригинале еще можно добавить чеснок. Не можно, а нужно. Но я в этот раз не стала добавлять. Переели этого чеснока уже. Такие у меня дела. Что еще? Суп тоже у меня готов. Можно тоже зеленушку туда посыпать. Петрушку. Зеленушку. У меня есть петрушка. Закрываю. Это готово. Компота я еще утром сварила. Шакшука. Рис. И мясо есть готовое. Все. Все есть. Все. Пойду пить чай. Чай налила. И вот сейчас с ушками даем. Поп. 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 Поп.